Выборы пройдут и в СИЗО. Соглашение о сотрудничестве было подписано между Общественной палатой и Общественной наблюдательной комиссией региона. Они договорились о партнерстве при наблюдении за процедурой голосования, которая пройдет и в местах принудительного содержания граждан. Средний возраст находящихся в следственных изоляторах и ВВС 28 лет. И реализовать конституционное право каждого, даже если человек находится в этих условиях, он еще не осужден. И поэтому для него это очень важно. Те выборы, которые были ранее, они проходили достаточно активно. В следственных изоляторах и изоляторе временного содержания на территории области находятся около тысячи человек. Они все зарегистрированы на территории региона. Поэтому количество водомаевых бюллетеней одному гражданину может быть разным. Важно, что выборы, которые состоятся в сентябре, выборы федеральные. Поэтому даже если у нас есть избиратели среди контингента, тех, кто находится в этих учреждениях, не относятся к тем, кто проживает зарегистрированным на территории Львовской области, они все равно избиратели на федеральных выборах. И таким образом граждане, содержащиеся в изоляторах, смогут принять участие в голосовании за депутатов Государственной Думы. Общественная наблюдательная комиссия будет следить за процессом выборов. Продолжение следует...